Вспоминая минувшие дни, Шендерович, не тушуясь, пишет в Фейсбуке о том, как с товарищами в 90-е распиливал деньги фонда Сороса на благо Родины. За два года через наши руки прошло, наверное, миллиона-полтора долларов, пишет Шендерович. То есть, ранее пятая колонна отбивалась от обвинений в попытках разрушить страну за американскую зарплату, а сейчас просто так пишут чистосердечные. Что, уже угроза наказания исчезла? Или бросили их хозяева, как котят, в воду, когда стало содержать небмоготу? О чем говорит чистосердечное признание Шендеровичей? Что значит его появление? Мы обсудили с постоянным экспертом накануне ТВ, политологом Олегом Матвейчевым. В общем-то, это является секретом Полишанеля, когда наша вся эта оппозиция, кто вокруг Министерства образования, вокруг Миннауки, вокруг СМИ, все очень интенсивно кормились. Просто, видимо, еще поностальгировать на старых целях Шендеровича. Думал, что это невинно и все. И думаю, что у него какая-то цель была просто воспоминание молодости. А то, что это действительно так и есть, очень много людей, которые то же самое скажут, флансоросы про те времена. Ответом на пост Шендеровича последовали комментарии его подписчиков, вспоминающих и о своем опыте распила в молодые годы американской зарплаты на благородины. Эксперт призывает не искать скрытого смысла в написанном. Просто сейчас условия жизни для пятой колонны не самые лучшие. Потоки заокеанских зарплат резко сошли на нет. Сейчас вот эти законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, они очень ужесточили все эти вещи. И кроме того, там уже целая бригада тех, кто подвязан на американские потоки, они уже никакую молодежь туда не пустят. Они все просто в сеть переселились. Может быть, потому что у них там поменьше работы стало, больше активности проявляют в сети. Потому что в сети их присутствие явно непропорционально их реальному весу в жизни общества. В сети их больше. Вот и скучают сидят. Это такая дружеская застольная вечеринка, когда бойцы вспоминают минувшие дни и схватки, где вместе рубились. И никто их не трогает, не прижимает и не удерживает. Кто из них хочет, сам уезжает. От бессилия они пишут мемуары, не имеющие особого воздействия на умы читателей. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение»